Здравствуйте, уважаемые коллеги! Зовут меня Артем Звездин. По традиции для вас я сделаю анализ с точки зрения ВСА-анализа, с точки зрения прайс-секшна. В комментариях к этому видео находятся тайм-коды для того, чтобы вам полностью не смотреть весь этот выпуск и посмотреть те инструменты, которые наиболее вам интересны. Ну и сразу хочу попросить прощения, если слышите, я немножко гундошу, говорю через нос. Проблема в том, что я уже неделю очень сильно болею и очень жалко, что не коронавирусом. Жалко, потому что я бы хотя бы на коронавирусе хоть бы похайпил, а так я тупо болею, да? Вот в этом вся проблема. Начнем, наверное, с пары евро-доллар. Ушли ожидаемого флэт, как я и говорил, и расторговались до наших целей. Просто прекрасно. Ушли еще ниже и опять-таки, как я люблю говорить, это нам бонус от рынка, знаете, за наше страдание, так сказать, и торговлю в это неспокойное время. Потому что сумасшедших очень мало. Наверное, вот только мы здесь пытаемся зарабатывать и торговать, но это отдельная история. Если вы не в шортах, по моей рекомендации, заходить сейчас, но очень опасно, поскольку ближайшая цель это 1.05.65.39. И от существующей цены до цели рынок должен найти небольшое донышко. Вот я чего опасаюсь. И начать некую коррекцию флэт, но там уже будет видно. Ближайшая цель вот некая коррекция, некого роста, от некого донышка. Где оно будет конкретно, я сказать, если честно, не могу. Вот в неком таком диапазоне. Ближайшая цель коррекции это уровень 1.07.96.43. Если и ее пробьем, то это уровень 1.08.98.48. К чему это я? Если вы увидите некий флэт, увидите некую остановку, пробой вверх этого флэта, возьмите эту коррекцию. Но здесь, конечно же, очень осторожно. Действуйте, имейте в виду, что в рынках очень много риска. Перейдем теперь к фунту. Дошли до наших целей и просто прекрасно свалились еще ниже опять-таки. И это просто шикарно. Если вы встали в продаже, по моей рекомендации, господа, закрывайте часть. И, кстати, возвращаясь к евро, там бы тоже было бы неплохо прикрыть часть. Почему здесь прикрыть? Ну, дамы и господа, нужно иметь в виду, что рынок нашел некое локальное донышко. И говорю еще раз, локальное донышко. Обратите внимание на объемы. Объемы снижаются на фоне движения. Причем движение становится больше, а объемов меньше. Это очень плохо. Это очень плохо, поскольку мы можем уйти в некую долгую коррекцию с дальнейшим движением вниз. Говорить о большом таком серьезном развороте, ну, очень-очень сложно пока, что, к сожалению, слишком много хаоса тут. И, в общем-то, ожидаю коррекции с небольшим выходом к 1.19.965. Там дальше нужен будет новый анализ, а вполне вероятно зависим в неком А-флете. Перейдем, наверное, теперь к японской иене. Очень сильный покупатель, обозначенный ранее. Все же дает о себе нам знать. Мы просто летим вверх. И это просто, опять-таки, ракета. Просто ракета. Пробили все цели, которые мы установили. И дошли до очень мощного уровня. Это уровень 101-180. Мне, если честно, не нравится очень резкое ускорение на фоне обычных объемов. И вполне вероятно, этот уровень окажется роковым для иены. На следующей неделе ожидаю некой коррекции в область 108-185. И там нужно будет делать новый анализ. Но если не удержим, можем упасть до уровня 107-565. То есть, вот этот вот рост, он рано или поздно остановится. Я думаю, что он, в принципе, сейчас и начнет останавливаться. Ну, поживем, немного увидим. Наверное, перейдем теперь к австралийцу. Мы свалились, дамы и господа, ниже лоев. Как я и говорил, меня это немножечко, если честно, пугает. Все же ожидал некой коррекции, знаете, некого пробоя. А тут просто огромный пробой. Это просто ужас, ужас какой-то. Объемы огромные. И мало того, что объемы огромные, рынок стал вроде бы немножечко сейчас отрастать. И на этом, да, знаете, вот появилась хоть какая-то надежда, касаемо подлангов. Сейчас и покупки, и продажи вообще в целом, да, по этому инструменту, они крайне рисковые. Поскольку, с одной стороны, лои пробили, а с другой стороны, начали отрастать. И объемы здесь большие, ну, слишком много хаоса. Очень, очень опасный инструмент. Но, тем не менее, ждем, пока рынок устаканится по данному инструменту. Если вы в шортах, по моим рекомендациям, которые я давал ролик назад, или два ролика назад, в общем-то, по данному инструменту я много говорил, да, продавайте, продавайте. А то прикройте сейчас часть, поскольку дальше рынок, скорее всего, не пойдет в нашу пользу. Если пойдет, это будет очень волатинно, очень много риска. Нам, конечно же, нужно снизить риски, поэтому нужно забрать часть прибыли хотя бы с рынка. Поэтому, в целом, если говорить о данном инструменте, попытки предсказать его достаточно безуспешны. Поэтому мы стараемся немножко прикрыть часть профита, чтобы сильно не рисковать. Перейдем теперь к золоту. Как я указывал, мы, собственно говоря, пошли в некую коррекцию, но буквально не дошли там 20 долларов. Я надеюсь, эти 20 долларов вы простите старику Звездину, да, за его, вот знаете, старческий маразм, я думаю, или слабоумие. Ну, тут уж такой вопрос, да. Развернулись и дальше мы ушли во флэт. Опять-таки, очень-очень ожидаемо. Сформировали донышко в нашем диапазоне, который я указывал, это 1484-1467. И на данный момент накапливаем такие, вот, собственно говоря, объемы. Торгуемся во флэте с последующим, знаете, резким выходом на уровень 1555. Но это в целом, да, что сейчас происходит. Пока что пользуемся флетом. Границы флэта это 1510 и 1467. Что там делать, я думаю, вы прекрасно знаете. Продаем отверг, а покупаем от низа. Торгуем по золоту, в целом, очень осторожно. Вот пока есть флэт, пользуемся флетом. Поскольку на данный момент, мне кажется, что здесь происходит набор позиций. Набор достаточно большой позиций. Вполне вероятно, что с последующим выносом. Куда сказать? Ну, очень сложно. Но все-таки, предполагаю, что все-таки вниз. Поскольку, в целом, вот, сейчас происходит набор позиций. Такая мировая обстановка на все это влияет. Ну, здесь не хочется ничего загадывать. Ясно то, что происходит набор позиций. Понимаете, что когда начнется волатильный выход в одну из сторон, нам нужно находиться либо вне рынка, либо в сторону рынка. Поэтому используйте стоп-приказы. Не торгуйте без стопов по золоту. Сейчас это крайне опасно. Имейте это в виду. Хотя, вроде бы, золото сейчас такое мирное. Более-менее понятно. Но это обманка. Имейте в виду, используйте стоп-приказы по данному инструменту. Перейдем теперь к биткоину. Боже мой, я вообще, в принципе, чем занимаюсь? Пытаюсь объяснить, что нужно торговать со стоп-приказом. Ну, ладно. Перейдем теперь к биткоину. Как я уже отмечал ранее, мы пошли в локальную коррекцию от уровня 5000 и до 6,5. Дошли до наших целей и уперлись в 50%. Опять-таки, очень ожидаемо. Покупать или сейчас? Вот как вы считаете? Покупать или нет? Если честно, я бы не стал. Я бы не стал покупать. Потому что очевидно, что у нас цену задрали и заманивают лонгов в позицию. Вот такой чистый развод, на мой взгляд. Чистый развод. Кроме того, величина волн снижается, да, вот, обычаих. В просекшене это говорит о замедлении цены. Опять-таки, читайте ланса. Все называется моментум цены, либо скорость изменения цены. И вот сейчас как раз-таки все это указывает на ближайший разворот. Куда? Опять-таки, как я говорил, в некий диапазон 3500. Это уровень на 2018 года. Чисто технически у нас есть продажи. А поскольку мы сейчас пробили ближайший лой. Это вот ближайшая такая информация к данному выпуску. Поэтому, если говорить в целом, глобально по пятку, конечно, будет рост. Поскольку мировая валюта будущая, естественно, как вы догадываетесь. Но на данный момент все-таки мы дойдем, я думаю, все до дна. Но ближайшая неделя покажет. Ну, а я вам желаю удачи на следующей неделе. Профита зарабатывайте. Старайтесь заработать как можно больше, поскольку рынки сейчас крайне волатильные. Я думаю, что если вы переживете этот момент, вы будете потом всем говорить, а вот я, я-то это пережил. Примерно точно так же, как я сейчас многим говорю, что а вот я-то, я-то, когда рынок в 2014 году падал, я видел это в онлайн. Или, а вот я, я-то начал торговать в 2008-2009 году. Я думаю, что вы будете потом говорить точно так же. Удачи вам. Зарабатывайте. Не расстраивайтесь. Все будет хорошо. Прорвемся. Продолжение следует.